На городском портале Иваново РФ регулярно появляются голосования по тому или иному вопросу. Одна из последних инициатив связана с регулированием транспортных потоков на перекрестке проспекта Ленина и улице 10 августа. Здесь предлагают ни много ни мало организовать кольцевое движение. Перекресток в центре города действительно сложный и довольно аварийный. Порядок движения здесь регулируется только знаками приоритета. Из-за большого потока во всех направлениях автомобилисты зачастую игнорируют правила, провоцируя аварийные ситуации. О проблеме знают и в мэрии, и в ГИБДД, но к единому решению, которое бы устроило всех, пока не пришли. Могу сказать, что студенты нашего политехнического университета и непосредственно нашей кафедры в рамках дипломного проектирования неоднократно исследовали данный перекресток и предлагали различные, ну то есть разрабатывали различные схемы организации движения. И организация островков безопасности, которые канализируют движение транспортных потоков. И введение светофорного регулирования, то есть полный расчет. Там, правда, с небольшим переносом пешеходных переходов для того, чтобы обеспечить безопасность. И увеличение пропускной способности. А вот к предложению ивановцев об устройстве кольцевого движения на этом участке, на кафедре автомобильных дорог относятся скептически. Кольцо – это не панацея от пробок и в данном случае попросту не впишется в нынешнюю схему. Тем не менее, на сайте мэрии из шести сотен голосов почти пятьсот поддерживают эту идею. Сам круг, он должен иметь определенные геометрические размеры. И если его вписать на данном перекрестке, то произойдет уменьшение количества полос движения. А вследствие этого – снижение пропускной способности транспортных средств. То есть, возрастет, я так думаю, задержка транспортных средств на данном перекрестке. Ну, и как следствие, загазованность в центре города. На портале Иваново.РФ довольно много предложений по организации дорожного движения. Одни хотят наземный пешеходный переход на площади Пушкина, другие – зебру на перекрестке Вележской и капитана Петрачкова. И если в центре города есть подземная альтернатива, то на Вележской люди постоянно перебегают дорогу на свой страх и риск. По улице Вележской было там порядка пятьсот голосований. Голосование уже, если не ошибаюсь, закрыто. Но, к сожалению, в данном участке у нас ГИБДД отказывает в проволожении пешеходного перехода, потому что достаточно интенсивное движение. Это, во-первых. Во-вторых, там нет соответствующих условий для того, чтобы сделать пешеходный переход. Поэтому в настоящий момент там будет действовать только тот, который на перекрестке с Лежневской. По площади Пушкина интереснее ситуация. Дело в том, что она у нас будет реконструкцию проводиться, поэтому эта заявочка принята в работу и будет учтена. За полгода работы на портале провели более 40 голосований. Самые массовые из них связаны с выбором территорий для благоустройства и конкурсом «Ивановская красавица». Число проголосовавших там исчисляется тысячами. Среди всех опросов есть инициатива «Рекордсмен». Предложение перенести Ивановский зоопарк за пределы города набрало 150 тысяч голосов против. Мы сами были немножечко шокированы таким количеством участников, которые приняли, проголосовали против. Но дело все в том, что у нас открытый сайт и могут проголосовать жители не только города, но и области, и вообще жители из других регионов. Наши специалисты смотрели, не было у нас, к сожалению, или к счастью, не ошибки. То есть прошло тестирование, нет, голоса действительно реальные. Специалисты администрации принимают заявку в работу, если она наберет в сумме более 400 голосов. Правда, за все время лишь единичные голосования перешадивали этот барьер. К сожалению, механизм прямой демократии, когда граждане сами могут решать, что делать с городом, пока работает далеко не идеально. Да и в том случае, если наберется нужное количество голосов, власти все равно могут отказать заявителю. Максим Серебряков, Денис Денисов, Михаил Кенгуров, РТВ Иваново.